Привет друзья! А ведь и правда, по моему мнению это очень интересный вопрос. Вот смотрите, киты и дельфины млекопитающие, а как известно всем млекопитающим нужна пресная вода. Элементарно ее нужно пить. Тогда где же берут пресную воду киты и дельфины, если они живут в соленой воде? Сильно ли вы удивитесь, если узнаете, что ни дельфины ни киты вообще не пьют воду, а почти всю необходимую им для жизни жидкость получают вместе с пищей? Ведь если бы они употребляли морскую воду, то вместе с влагой получали бы и большое количество соли, вывести которую организм этих млекопитающих был бы просто не в состоянии. Аналогично все происходит и в организме человека. Чтобы вывести соль, нам необходима жидкость, пресная вода не высокая. Для млекопитающих, живущих на суше, влага необходима для того, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме, выводить из него различные токсины и регулировать температуру тела. Как отмечает Дэл Уилсон в книге «Виды млекопитающих в мире», киты и дельфины, живущие в воде, полностью избавлены от этой необходимости. Их внутренний водно-соляной баланс близок к окружающему, а обитают они в основном в водах высоких широт, близких к плюсам, где температура не высока. Значит, дельфинам и китам не приходится заботиться об охлаждении тела и потеть, тратя на это драгоценную влагу. Кроме того, дополнительным источником воды в организме китообразных является накапливаемые ими жиры. Особенности метаболизма этих млекопитающих позволяют им сжигать жировые ткани, вырабатывая при этом воду. Это дает возможность китам и дельфинам поддерживать нормальный водно-солевой баланс даже при отсутствии питания или в тех случаях, когда эти существа находятся в жарких, тропических и экваториальных морях и испытывают повышенную потребность в жидкости. А на этом все, пока!